Добрый день! Не слышно? Слышно? Слышно. Да я уже забыл, что хотел спросить. Я уже написал давно. Ну так давно у нас сегодня, понимаешь, что прищищались за занятия. Да я помню. Сейчас я буду выставлять, увидите, как интересно было. У вас еще картинка вообще мутно все, ничего не видно. Изображение не видно. Да и свет не надо в пикселе, закачка, наверное, идет. Я думаю, вот так-то лучше? Вы закачиваете. Сейчас закачка. Не лучше, это закачка идет. А-а-а. Ну я показываю, как у нас тут было. Сегодняшняя. Сейчас. Сейчас. Я не знаю. Я вот это разговариваю с человеком. Ну вы его знаете. Я его не буду в принципе называть. Человек вызывает сегодня людей, как бы, ну, к изменению себя, да, и к построению нового порядка, как бы, на земле. Но он предлагает опомниться людям, вот, потому что на мир идет пагуба такая, вот, гибель всего человечества. И он предлагает людям, как бы, познать Господа. Вот, вот, я вот так с ним побеседовал. Вот. Ну, он, как бы, видит людей, которые обращаются к нему. И я не знаю, насколько он видит, что люди совершенно не знают Господа. То есть он призовет за собой, можно сказать, мертвецов таких, вот, знаете. Вот я хотел как раз спросить. В Откровении Иоанн говорит о горячих, холодных и теплоохладных. О, если бы ты был холоден или горячим, так как ты тепл, да, вот, теплыми. Вот как вы думаете, теплоохладные люди, что они из себя представляют вообще? Что значит быть теплоохладным? Основная масса прихожан. Я Бога знаю, прихожу, и я неплохой. А Христа не хотят пустить в свою жизнь. Я не такой, как все. Апостол Павел говорит, что нет самой несчастной люди, которая надеется на Христа в этой жизни. Только в этой жизни. Это самое несчастное, теплоохладное. Они у всех по-хорошему. Батюшка благослови. Батюшка его уважает. Он нигде не возникнет, не скажет. Ему хоть трин-трова. Господь говорит, славу друг от друга принимаете. От единого Бога не ищите. Это разные вещи. Я хороший, хороший. Вот смотри. Я не пью, не курю на отрицании плохого. Я не блужу. Я не, 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 не делаю. На этом состоит десятисловие все. Но сегодня этого недостаточно. Сегодня на первое место выходит любовь. Горячность. Вот горячность теперь. Во мне загорелся огонь. Господь говорит, как я томлюсь, когда это совершится. Я хотел бы свести огонь. Пятидесятниц это не было. А они в это... Господь говорит о Духе Святом. Они в это время, Господи, помоги разделить имение. Имение. Это все мирское. И они Господа нашли. Он будет делить им как судебный какой-то приступ или кто. И Господь говорил, сидите. То есть основатель монастыря сам Христос. Но только на десять дней. Сидите, не выходите. Доколе не обречетесь силою. Вот эти десять дней, это законный монастырь был. Они никуда из Иерусалима не выходили. В комнате сидели, молились. И сошел Дух Святой. Теперь, как только Дух Святой сошел, монастыри лопнули. Полетели по всему миру птенцы. Пошли. Огонь любви зажег. И хотел Иеремия, говорит, тебя удержать огонь. Но внутри меня в костях моих было разлит. Я не мог. Он прорывал. Вот это горячий. А это чего? Что он для меня сделал, Господь? Какая моя жизнь была? Да где бы я был-то, вот если этого в Евангелие-то не попало, да я бы со Христом-то не познакомился. Да лучше бы мне не родиться. Я как вспомню, где я был. Я один сижу и вот так головой кручу. Боже мой. Просто невозможно. Смерть вонючая. И он дал смысл. Я принял тебя. А я был холодный. Как холодный? А страхом двигался. Страх – это тартар. Вот если бы даже такой ты был, и то бы это лучше было. Я не делал, что другие делают. Но я Бог спас от того, от другого, от третьего. Почему? Мука вечная. Я не думал, как Осипов, что она короткая и бесконечная. Может быть, она и так и будет, но Писание говорит, что вечная. Я огнем горел внутри. Замырало все во мне. Зачем я родился? Я знаю, что я погиб. Я никогда, никогда не попаду в рай. Я даже на секунду не допускал, что я спасусь. Я грешник. Я грешник. Совесть моя. Меня совесть не обманывала никогда в этом деле. Я пропащий человек. И вдруг он умер за меня, Христос. Да почему же мне никто-то не сказал? Что он мои грехи взял? Мои. Будто бы он сделал то, что я сделал. Ну, раз за мои грехи, значит, это и он смывает. Вот это означает. А тепло-хладный, он что-то знает, приходит, ничего не нарушает. Свечку поставил, причастился, вышел. Он нигде не возгорится. Он в атаку не бросится. Он из окопа не вылезет. Он на руках своих через болото раненого не понесет. Вот недавно я про одну женщину читал. Она умерла уже. На фронте она была. Добровольцем пошла. И она одного любила свою. Полная биография ее дается. Может, даже видели где-то. И когда была большая там битва где-то, снаряд рядом разорвался. Ее бросило, и она упала зимой, в феврале месяце. И она, говорит, тебя глаз приподняла, веки-то замерзала. И, гляжу, немцы-то идут и всех пристреливают. А до нее-то дошли, видимо, она где-то спасана. Он ее прикладом ударил по голове и пошел дальше. А из разведки, когда возвращались там, которые были, и они услышали стон. И они ее ножами этими, разведка, выдолбили из-за льда. Ей ноги ампутировали. Она отмороженная была. И теперь ее на носилках носили, на завод, везде. Она говорила. Она патриот. Есть или нет? Слышно? Нет. Да, слышно, сейчас картинка не появилась еще. О, все. Ну, я просто сказал, к примеру, эту женщину. Потом ей присвоили звание Героя Советского Союза. И она, когда лежала в больнице, ну, в госпитале военном-то, и она, ну, написала письмо бывшему жениху своему, там, Иосифу, что забудь про меня. Я никому не нужна. У ней все, кажется, и руки тоже что-то, не знаю, с руками у ней было. Неладно. А он говорит, я тебя такую люблю. И оба остались живые, и теперь как они жили. А боги-то ничего там нету. Но пример какой, какой пример. В таком положении она не опустила руки. Она такие патриотические речи в школах везде говорила. Вам слышно? Не слышно? Слышно. Слышно. Ну, вот хоть не видно, но можно что-то сказать-то. Вот это означает, горячая она по-своему была. А другой он все делал только из-за одного страха. У ней любовь к родине. Она прямо пылала этим. Патриотка. И мы должны, ну, признать, что это действительно здорово. И вот тепло-хладными сегодня заполнено все. Везде. Я все делаю. Я исповедую людей. Ну, я что-нибудь еще надо. А он не понимает даже обстановки этой. Вот на патриарха стали нападать, и он туда же. Вот теперь он услышал. Он не один. Теперь он будет туда бить. А патриарху никогда, может, так не нужна была помощь, как сейчас. Молитвенная я имею в виду. Молитвенная. Все сгомозились. Католики. Я говорю, все католичное давно уже. Хватились когда. Но и в этой обстановке надо работать. Почему? Огонь любви он принес. Им все равно. Вот наши ребята сейчас вот пришли. Сейчас пошли там. Говори. Вот. Сейчас. Господь говорит. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Это можно вот отнести, как раз этот меч отнести к жатве, что Господь пришел разделить именно теплых и холодных. Вот сейчас можно сказать о том, что Господь разделяет. От домашних, которые один уверуют, другой нет. Об этом говорится. А теплых, холодных, они уже разделены. Их разделять нечего. Их видно. Их очень видно. Что тебе надо еще? Что не хватает-то? Ну, причащает батюшка. Ну и что? Что тебе надо? То есть они, эти не просто такие безобидные. Они коварные эти люди. Они вот в этом анабиозе, они нашли свою ячейку. И они не разрешат. Бьют? Они не разрешают. Вот сегодня я выставляю. Посмотри. Вчера я выставил. Посмотришь там ролик. Вчера. Как у нас на исповеди приходят. Ну, сравни с тем, что в храмах-то. Как вычитывают все каноны, покаянные, богородичные. Это нужно, это высчитывать. Каждый день причащаются. Каждый день у Кощеткова причащаются. Я вот всегда удивляюсь. Вот такие большие люди. И почему они не удерживаются на том, что Бог дал? Вот обязательно что-то. Считай, правда или нет у него, что он, Кощетков, якобы, переделывает там все в Библии-то. Что Ева не из ребра взят, а он с каким-то приматом совокупился. И от этого получилось Ева. Невероятная бредня какая-то. И не только это, а там что-то другое еще. И какие-то добавки. Зачем? Зачем? Вот я смотрю. Зоя Крахмальникова. Это пророчница Девора. Ушла из патриархии в богородичный центр. Зоя Крахмальникова. Это же героиня настоящая. Я как увидел, так и ахнул. Глеб Якунин. Куда пошел? К Филарету, Денисенко. Ну ладно, тебя отлучили там, Анапима. Но это еще не небо. Надо было покориться. А что он должен был покориться? Тем более ты говоришь, что я священником стал, говорит, по недоразумению-то. Ну и работал бы простым. Нет. А дальше уже пошло уже автокефальную православную давай образовывать. Так не он один. Это и Павел Флоринский. И Булгаков. Когда много дано им, или то ли много дано, то ли на себя так мыслят они. Почему от канона подреклись? Не надо эпитемии никакой, никакого порядка. Вот у Георгия Кочеткова, говорит, там посылали людей узнать. У него как бровного движения. Все время во храме. Там вот начинают все друг друга целовать во время службы. Ну там это Агапа. Зачем? У нас шаг нельзя перешагнуть. Это порядок, это строгость, это чинность. Василий Великий говорит. Все правила должны максимально исполняться. Никто не дал нарушать. А ты не дал правила, не надо. Это все устаревшее. Такие умные люди. Я никак не могу это понять. Зачем? Вот вчера как у нас исповедовали, сегодня как причащались, как рисовали. Ну посмотри, сердце-то подскажет тебе, что это и надо. Но это трудно добиться-то. И поэтому легче всего взять, да стрелу туда метнуть, не показывая руки, как масонский лозунг. Горящие, холодные. Горящие их видно. А холодные они упертые, как старые бряцы. Они верят и все, но только из-за страха. Икона – ярое око. В моем сознании Христос – это любовь. Везде любовь строгая, взыскивающая, но это любовь. О чем Игнатий Брянчанинов и говорит. Ну вот вы говорите, холодных их видно, горячих, холодных видно. Это чтобы понимать, то есть холодные, горячие – это люди верующие, а неверующих вообще речи нет, да? Да, тут вообще нету. А неверующих какой разговор-то? Нету ничего. Холодный страхом движется. Холодный. То есть он замороженный в этом положении, это как старые бряцы. Они очень крепко верят, они никуда все держат. Но о любви Божьей даже не говори, они даже не слышат. На благовестие ни один не пошел за 300 лет, ни один. А зачем? Лежало до нас тысячу лет, пусть дальше лежит. А горячей любовью он не может. Он скорее пойти кому сказать. Где в узах? Посмотри, как Павел где. В узах проповедует. Его ноги заколотили в колодку. Это он уже был во внутренней, даже это стражнику наказа не было. Это он перевозмог сам себя, дальше затолкал его. И вдруг темница развернулась, стражник Стефан крестится. Любовь. Вот он на корабле, вот он сходит, змея повисла. И вдруг там начинается какое-то движение у него. А так бы он зажался холодный, лишь бы только меня не довели до виселица. А ему нужды нету. Желаю разрешиться быть со Христом, что несравненно лучше. А тепло-хладные они ни рыба, ни мясо. Вот так говорится. Ни свечка, ни кочерга. Они только в этой жизни. Я хожу, что-то знаю. А холодные, это твердые. Но они верующие. Тепло-хладные. Тепло-хладные верующие. Тепло-хладные они верующие. Верующие. Это верующие. Я говорю, ни кочерга, ни свечка. Они нигде не против, не скажут ничего. У них и страха никакого нет. Живут так втихаря. Грешат, живут. А ни любви нету, ни страха нету. Тепло-хладные. Они между ними, посередки. Он даже не понимает, что это нельзя делать. Он лишен этой благодати Духа Святого. Вот холодный, это хорошо. Первоначальная ступень. Из старообрядства получаются такие люди, как апостол. Это старовер был. Но он горел огнем за свое. Он твердо держал каждое. А потом понял, что можно это нарушить. Суббота это указывала на другое. А Брязани указывал на крещение. Он буквально держался за это. Ну, вот критерии верующего человека, да. Вот люди, я думаю, задаются вопросом такой, а верующий ли я, да. Что может стать критерием верующего человека? У нас был такой один. Подходит ко мне, вот, я не знаю, я верующий или нет. Ну, год-два-три проходит-то. Он нигде против ничего не говорит. А вот такой есть. Допустили его до крещения. Приехал к нему отец, подполковник милиции. Такие пакости стали делать, такие жалобы стращить. Ему инсультсунулся. А этот-то ушел в американскую секту, какую-то новую жизнь, там, в НСР. Вот это очень опасно. Я должен знать. Павел говорит, знаю, в кого я верю. Знать надо. Мне готовится венец правды, который Бог даст каждому. Он говорит, не мне только, но и другим. Я желаю разрешиться от этого тела. Я не желаю эту храмину носить. Это не сравненно лучше. Но для вас выгоднее, пока я на земле. Пока помогаю вам на вопрос ответить. Вот такое дело. Горящий он любовью. Сказать, да ты что думаешь? Что тут Христос рядом? Да надо уверовать. Да ты давай молиться сейчас. Ты Евангелие не считаешь. Бери, считай. Старовер этого не скажет. Он холодный, замер. Он может только сказать, ты еретик, переходи к нам. А теплохладный он открытый, хороший, добрый. Такой он добрый везде. Ну, прямо всех люблю, никого не осуждаю. Без пробела. Одним словом пишется. Вот такой вопрос, значит, по поводу тайны беззакония. Тайна беззакония в действии, говорил Господь, да, только не совершится до тех пор, пока не будет взято от среды удерживающий. Вот удерживающий, да, удерживающий Дух Святой. Если будет забран Дух Святой от среды, вот, а мы знаем, что до конца времен останутся те люди, которые не увидят смерти, но перейдут из вечной жизни, из этой жизни в вечную, да, то кем они будут управляемы, когда будет забран Дух Святой? Забран от среды. От мирского, где сегодня Господь трудится, везде начальников трогает. Это кончится. Дверь откроется язычникам. От среды взяты. От среды. Главное это слово вот где. От среды, от общей среды земного шара. Люди будут не верить, потому что в это время уже опечатки начнутся, и поэтому им не дано. Язвы на них, и они будут хулить Бога. Дух Святой их не трогает. Не будет мучить. Даже я помню, я смотрел в интернете, Владимир Владимирович Путин был в Бутово. И он ходит, а там эти стенды, сколько расстреляно, и он повторяет, чудовищно. Да что же это такое? Как будто он сам переживает. Видно, что у него Дух Божий трудится над ним. Чудовищно. Да что же это такое? Вот какое дело. А тогда не будет трогать. Он будет покинут. Ленина совесть не мучила нисколько. Но это понятно. Если Дух-то будет забран, то как святые люди, святые-то будут до конца времен, с ними-то кто будет пребывать? С ними Дух Святой пребывать. От среды. От среды всего народа, населения, земли Дух будет взят. Потому что те люди приняли пищать, там все остальное. Отверглись. Они уже с сатаною. От среды. И тогда никто не пойдет никуда проповедовать. Потому что только узнали сразу его. И они не могут обратиться. И люди будут ходить от моря до моря искать. И не найдут. Не найдут. Так а будет. Мертвое будет все. Возьмут Библию, почитать. Что-то слова. То есть Дух Святой не будет разъяснять. Вот смысл-то какой. От среды. От среды мира сего. Я понял. Вот, Ирина Тихич, я не знаю, как бы задавать, не задавать вам такой вопрос. Такие вопросы не любите. Но вот все равно я попробую это. Вопрос такой духовный, да? В духе. Вот как вы понимаете, вот сегодня Путин... Является ли Путин сегодня вот таким удерживающим? Нет, конечно. В мире. Никак. Он удерживает этот мир. Ничего он не удерживает. Он, наоборот, может, разжигает. Никак. Да. Вот, допустим, на Северном Кавказе Рамзан Кадыров, да, удержит. В этом смысле Путин пока сдерживает. Не удерживает, а сдерживает. Можно сказать так. А который, говорит, удерживающий, это с большой буквы. Это Дух Святой. А почему? Он трогает и того... Это понятно, да. Конечно, удерживает в этом плане. Он удерживает. Смотри, как поднимает мощь страны. А эти враги-то попятились назад. Да за этот Крым бы там Порошенко... Я сколько раз говорил, пойду войной. Ну, куда он пойдет-то войной-то? Там трахнут, бабахнут и ничего не будет. Так что, в данном случае, это Путин патриот настоящий. За него надо... Как вот мы все время о нем молимся. И днем, и ночью. Мы о всех молимся. Вот мне рассказали, я ближе познакомился с Аманом Тулеевым. Я включил к себе список в молитвы. Он тайный христианин? Он о Христе какие речи говорит? Это вообще. Не, ну вот, то есть, это же очевидно, да? Вот посмотрите, допустим, возьмем примеры всех оранжевых революций. Вот, ну как быстро выводили президентов в тех стран, да, и убивали просто их. Посмотрите, это с Путиным, допустим, они не могут до сих пор произвести ничего такого. Вот, и как бы нам нужно молиться за то, чтобы Путин как можно дольше оставался на своем посту, да? Пока будет Путин у власти, он будет являться таким вот удерживающим. То есть, когда не будет Путина, придет власть антихристовая. Можно так понять? Нет, мы не знаем это. Я так не могу сказать. Я молюсь, Господи, да не будет на него покушения. А сколько ему быть? Что будет? Бог его знает. Я не знаю. Я Бога условия не ставлю. И только одно, Господи, да воля Твоя исполнится. Воля Божия-то. Но по смыслу получается так сейчас. Сейчас бы они ринулись и Турция пошла бы. Там и Азербайджан рядом-то. Но они понимают, его позиция очень положительная, твердая. Он на рубеже Родины. Смотри, какую я воздвиг технику. И с Китаем хорошее отношение пока. И вот мы были до Востока. Ну, говорите. Мы ездили на Дальний Восток, и там дорога, которая сделана, она такая еще, волнами. Но среди тайги, ее не было, там совсем дороги-то. Называют путинская. А народу-то нет. Для чего? Для заселения тех мест. Так там так бунтует. А я считаю, это правильно. Ее все равно с земли заберут. Так мирно. Это можно же сделать особо, как Бурятская республика, Тувинская республика, Корелло-Финская, с Российской Федерацией законами. Вот об этом Жириновский говорил. Ну, дайте Японию место-то они разработают. А то ставят как резервацию там. Люди, чтобы могли приехать-то. Их смывает там. Вот сейчас Армения. Выступает армянин и говорит, у нас, говорит, в стране сейчас не больше трех миллионов людей. Это город Новосибирск всего. Меньше Санкт-Петербурга. А молодежь вся разъезжается, никого нет. Работы-то никакой нет. Вот если судить, как вот Владимир Вольфович говорил, да у нас столько земли, только на Алтае миллион сто тысяч его пустовало. Гектар. В одном крае. А это работяги. Ну, почему им не дать-то? Ну, пусть они живут. Так эти законопослушные граждане. Ну, а те уже так хотят. Ну, пусть этот горный Карабах-то и берут, да и живут. Я просто, я не политик. Просто жалко людей-то. Ну, ведь можно было как-то договориться-то. И вот Путина за это ругают, что там вот китайцы и другое. Где они отравляют землю, это неправильно. Ну, ведь они трудяги. Мы ездили, очень много видели. Дорога сделана, говорит, это не для русских. А которые мигранты будут там. Ну, можно это сделать так, чтобы не было злобы. Ну, смотри, вот Карелая, Финская там. Они же другие на нас. Это Казань. Там Татарская. Это внутри Российской Федерации все. И Дагестан внутри. Ну, а почему этим не дать, если бы договорились? Это можно было сделать. Так это новые граждане. Я вот так просто по-дедовски. Вот я понимаю. Ну, вот смотрите. Сегодня как раз вот это политическое, оно соприкасается с Божиим вплотную. Вот есть, ну, в Библии есть о переселении народов. Вот как раз, что мы сегодня видим. Переселение народов. Мы должны отдавать мир на эти земли. Почему? Во-первых, мы не имеем права, потому что земля Божия. Вот смотрим на сегодня Африку, возьмем миллиард населения. В Африке все, не осталось пресной воды. Абсолютно нет пресной воды. В Африке христиан гораздо больше, чем в России. Мы не имеем права удерживать границы. Если эти народы, этот миллиард пойдет, то мы с миром должны отдать земли с водой, чтобы эти люди могли пить спокойно. Потом берем Китай, да, более двух миллиардов населения. Те же, даже у них с водой, с пресной, недостатки воды буквально вот с года на год. Просто людям пить нечего будет. Вы смотрите, в мире идет кризис воды питьевой. Людям нету пить, нету воды. Неужели вот мы, если мы имеем такие огромные запасы, неужели мы имеем право эту воду не давать людям? Тут уже деваться некуда. Мы должны пускать эти народы сюда. Потому что земля Господу принадлежит. Вот рассуждения такие непатриотичные. Патриотично. Но все равно отнимут. Вот собираются они международные, там ЕС и другие. Скажите, у вас сколько на один квадратный километр, сколько жителей? Они говорят 380. А в России сколько? 7. Ну что спрашивают? Это же... Да почему у вас? У вас кто-то есть? За кого есть-то? Нету. Разрешили аборты? Еще раз говорю. За 20 лет перестройки, официально только известно, 120 миллионов абортов. 120 миллионов граждан сейчас было бы. Молодежи-то сколько было? А у нас одно старье. Ну что спрашивают? Они могли запретить? Ну запретить-то можно было. Во времена разные запрещали. Сталин запрещал после войны аборты. Самое настоящее убийство. Ну вот и теперь рассуждаю. Людей-то нету. А с этими людьми можно договориться. Ну почему этот Татарстан-то не восстает против-то? Ну почему Дагестан-то весь не понимается? Ну там какие-то смытьяны-то есть, а остальные-то мирные люди. Возьми вот Камшедалы, Якуты там у них своя. Вот у нас на Алтайе тут отдельная республика, горный Алтай. А они шорцы, правильно-то их, национальности. Ну ведь никто не восстает же. Они работают сами по себе автономно. Ну везде государственный закон Российской Федерации. Но там свои частности есть, свой национальный язык, свои там традиции, свои праздники. Ну вот я был в Туве. Вот как будто другое государство. И никто их трогает. А тувенцев-то смотри, министр внутренних дел Шойгу Сергей. Вот и гляди. Да, в мире все настолько резко меняется. И с каждым годом все это кардинальнее и кардинальнее. Смотрите, вот только я разговаривал с братом там по поводу этого самого циклона, как он называется, этот, ну, теплое-холодное течение, Гальфстрим. Гальфстрим-то вот, ну, не публикует широко. Гальфстрим-то стал, стал это о чем? Говорит о том, что вот эти все европейские страны, ну, просто катастрофически идет похолодание на вот это все. В мире, в мире, посмотрите, какие, ну, вот землетрясения, да, были, но всегда они происходили в землетрясении. Но это происходит настолько глобально сейчас. Вот я сегодня только говорил о пятом ангеле, да, который его струбил. Как раз этот ангел был вещателем вот этого, я думаю, землетрясения, которое, ну, намечается, вот все, намечается, как его называют, вулкан-то этот в Америке. Я думаю, вот я сегодня разговаривал только, я думаю, и войны-то ядерной не будет. Тут достаточно одного вулкана будет. Будет, а ядерной обязательно, потому что сожгут тело блудницы. Накопленное должно быть израсходовано. Почему написано, зеленая трава на треть сгорит, сгорит. Для Америки вулкан там думают ударить по жерлу одну-две атомные бомбы, и он взорвется. Но это предположение. Там заложено под берег у нее там сколько, 90 атомных бомб, и можно накрыть им волной ее. Это разговор пока. Будет так, как Бог назначил. А как? Не знаю, как, но я и лезу туда. Как ему надо, так сделает. Мы просим продлить мир, Господи, чтобы новые люди покаялись, познали Тебя, Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа. Я ничего не толкую. Пятый или десятый ангел. Мне не дано знать. Но вот у нас трехтомник вышел, там прямо показано, что понимал Андрей Кесарико-Подокийский, Ефрем Сирин и Полит Римский. Вот так, так, понимаем. Но оно все такое, ни годы там не указано, ничего. Да и зачем мне? У меня на сегодняшний день забота. И тут даже, Игнатий Ильич, тут даже и толковать не надо. Тут настолько все сбывается. Вот опять же, по поводу этого Гольфстрима, да? Вот Господь поставил четырех ангелов, чтобы не дул ветер ни с одной стороны земли, да? Это вот о чем? Ну, я, допустим, вижу Гольфстрим, ну, течение образуется с помощью ветров. То есть, это образование ветров, от этого идут вот течения вод по земле. Посмотрите, Гольфстрим остановился. Это что значит? Что что-то удерживает его? Что-то эту воду удерживает? Гольфстрим – это вообще тайна. Что это за жила? Ну, тайна, тайна. Тайна. Зачем она? И он обогревает континенты и идет вокруг холодная вода. Тут не ветер. Никаких ветров нет, а он идет и идет столетиями по одному месту. От него все распространяется. Что это? Я каждый раз думал. Это нельзя никак объяснить. Вот когда Исаак Ньютону один написал, ну, его там венгерский ученый, Текеле, я не знаю, как правильно. И он говорит, ну, вот закон открытый в тяготении, там второй, третий закон динамики. Ну, а вот все равно же какое-то торможение-то есть. Он говорит, конечно, есть. Ну, а как же получается постоянно? Он говорит, время от времени великий часовщик, с большой буквы, подводит часы, подкручивает. Бог. Я думаю, он время от времени примус там разводит, нагревает этот Гольфстрим-то. Он должен остыть, и все кончилось. Ничего подобного. Вот действительно, с Гольфстримом это одна из самых больших тайн. И перемена климата, и вот это вот везде начинает смута. Внезапно Армения там поднимается, там Сирия. Вмешалась Россия вдали от своих родных берегов. Впервые так далеко настоящая война пошла. Это надо все принять как данность. Мне вон пишут, да Путин там, да это демон в человеческом образе. Да это, я ничего не могу сказать, кроме того, сохрани его, Господи, от покушения на него. Дай ему истинный страх твой, чтобы он по воле твоей, чтобы он разбирался в этом деле. Мне другое не дано. Я вообще никаких... Люди не понимают, не понимают, что говорят. Не понимают. Даже не ведают. Я вообще, я про себя скажу, я не понимаю роль его какая. Но я вижу, что то, что он делает, это сдерживает. То, что сегодня повело бы на разрушение государства, это катастрофа. Все. Ты там оттуда в один день будешь выселен. Воронеж там, Ставрополь это первое погорит. До нас еще в середине живем. Дойдет, не дойдет. А тут уже понятно. А он, смотри, как там все это с заботой о будущем. И как он говорит, и которые нападают. И внезапно вывел. Он, говорит, утер нос всем американцам. Никто не ожидал, что. Керри только сказал, говорит, он увяз теперь там, как мы во Вьетнаме. Это он на следующий день вывел. Они так и сели. Я с первого дня говорил, а наши еще не понимают, что я говорю. Я говорю, у Путина, Владимира Владимировича, очень хорошие советники. Я даже не про него это говорил, а про советников. Он принимает решение с советом. Иначе бы расстроилось все у него. Да с советом. Ну, я не знаю, насколько совет. Ну, хороший, да, у него вот этот вот советник. Я не забываю все время фамилию его. Но все-таки основной советник его Господь. Тоже, как не Господь его будет направить. За него многие молятся. Молятся. Мы молимся не просто, ну, там, воинство его. Мы молимся от души. Вот такая молитва до Бога обязательно доходит. Мы прямо сопереживаем. Вот где он поедет за границу, где мы так усиливаем молитву. Наша община – это молитвенница. И мы все время оповещаем о внутреннем положении, как дело обстоит. И даже батюшка наш, как Путин, это видел, что в Потеряевку приехал. Говорит, я его провожаю. А он пошел, потом вернулся. Говорит, а как дела у Игнатия Тихонова еще? Да он, говорит, ждет вас, когда приедете. Но если все благополучно будет, я приеду, говорит. Батюшка, говорит, как наяву, говорит, прямо такой сон видел. Ну, а что он любит, Путин, по старцам ездить? А что, они на вертолетах летают, может, и залетит по пути как-нибудь. Как? Повтори-ка. Я говорю, Путин, Путин любит по старцам ездить, то он по всех старцам уже пообъехал, у вас, наверное, тут не был. Да. А это ничего не значит, он приезжал здесь в Горном Алтае был, где-то на охоту ходил, там где его, писали, когда он здесь. Он интересный человек. Тем более живой, здоровый, да еще и борец. Ничего не стоит тут. А вероятность была, патриарх нынешний в Барнауле был. Как бы нам-то ответили они, как положительное, с его администрацией. Если бы у него не был маршрут такой жесткий, то он вполне мог приехать. Вообще даже. Тем более, у нас такая переписка, если так считать, что, может быть, он даже и знал про эту переписку. Мы приглашали его посетить нас. Я просил на встречу, чтобы митрополит Сергий его подтолкнул на это-то. По телефону разговаривали. Кто знает, все возможно, ничего отрицательнее. О ком не думал, говорит, сидел в огуре. Ну, Игнатий Ильич, ну ладно. Поговорили. Поговорили. Вот сегодня я поспал. Я спать пойду. Да. Давно пора, говорит, спать. Посмотришь, как вчера мы исповедовали здесь. И как к причастию идет. И вот, которые к вам нападают, скажи, вы посмотрите маленько-то. Что такое церковь? Это порядок, это чинность, это благоговение. С каким трепетом подходят на исповедь. В отдельной комнате исповедь. И как причащаются люди, как дети поют. Ну, нельзя этого не видеть-то. И тот, который нападает, скажи, у тебя такое есть. Ну, если есть у тебя, значит, ты работник. А если нет, ты прими этот опыт. Мы же берем их неготовыми, мы над ними трудимся. 44 года детский лагерь. Это что-то говорит. Батюшка сегодня и говорил. Ни одну запруду не прорвало. Дорога, говорит, такая, говорит. Как будто едем по асфальту по какому. Из деревни-то выезда-то не было. А ничего этих поломок нет, никаких поломок. Никаких. Ну, там в конце было. Застряли, ветки там убирали. Ну, и доски там наклонились. Там это уже за пределами, за шестью метрами этой дамбы. Потому что мы не ожидали, что она пойдет таким напором на половину. А может, ее еще арматурой усилить, может быть. О, это бы здорово было. Но это очень большая работа. Арматура, арматура, бетон. Это все непросто. Надо, чтобы осело, во-первых. Оно все сырое. Он года три-пять лет еще только осадка будет идти. Но мы высоко и не поднимаем. Но метра на два подняли. И нынче, может быть, мальков завезем. Карпы, чтобы были. А у нас, кроме гальяна, ничего и нет. Так что, благополучно считай все. Мы зря не потратили ни деньги. Но с Богом. Благодарю, что вышел. Я всегда рад встрече этой. Спасибо, Христо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.